Где у тебя тень-то? Да? Ну ладно, будем считать, что это я, что меня узнают на этом видео. Да, все правильно. Ты включил запись? Да. И там понеслось. Всем привет. Всем привет. Я приветствую в этом видео. Это мое видео. Твое видео. Мое видео. Ну пусть будет твое. Всем привет. Канал меня на Абдулла. Это видео Александра. Да. Моя камера здесь. А там меня видно вообще? Все видно, да. Меня бесят все эти настроения. Здравствуйте, люди. Здравствуйте, нелюди. Нахожусь в студии канала Миллиона Абдулла. И, собственно, об этом канале мы сегодня как раз и будем говорить. Тема нашего сегодняшнего видео. Война каналов. Почему канал Крыса и канал Миллиона Абдулла поссорились. И ссорились они вообще. Да, и ссорились они вообще. Вот, собственно, чтобы начать эту тему, дадим слово непосредственно представителю канала Миллиона Абдулла, его бессменному ведущему. И, так сказать, душе этого канала, с которым я, наверное, даже поссорился. У нас было как... Не было никакой ссоры. Значит так. Я самодостаточная личность. Александр тоже самодостаточная личность. Мы совершенно спокойно можем идти своими путями. Когда у меня какая-то появляется интересная идея, я звоню Александру, говорю, Александр, приезжай, срочно будем снимать. Как правило, Александр моментально приезжает. Или же... Александр звонит мне, говорит, у меня классная идея. Вот моя камера что сейчас скажет? Когда человек лжет, он в глаза не смотрит. Вот с этого ракурса получается, что человек смотрит в угол. Ну, я же свою камеру смотрю. Тогда вот здесь не поверят. А, здесь не поверят? Тогда я сюда отдельно скажу. Да. Ну, я продолжу, подожди секундочку. Значит, вот. И когда у Александра есть своя идея интересная, он звонит мне, я, как правило, сразу же соглашаюсь, мы встречаемся и начинаем снимать. Иногда бывают промежутки времени, когда у каждого человека есть какие-то свои собственные идеи, где он самостоятельно хочет что-то сказать и рассказать. Я правильно говорю? Нет. Как это? На самом деле, это все было как-то несколько проще и снимали, когда снималось. Да. Так вот я про это и говорю, что мне до сюда ехать далеко. Хочется снимать вместе, мы снимаем вместе, не хочется, мы не снимаем. Да, мне до сюда ехать далеко. Не все знают, что мы живем далеко не в соседних домах. Да, мы живем далеко. А город Петербург большой. Чтобы снимать совместное видео, мне приходится ехать очень далеко. И, как правило, на общественном транспорте, потому что на машине я очень не люблю ездить далеко от дома, не люблю пробки. Это мы все потом, наверное, вырежем, потому что… Нет, я оставлю как есть. Да, оставим, ладно, да. Какая разница, кого это волнует. Просто стало много каких-то дел, много стало каких-то других увлечений, там, не знаю, с тем же самым мотоциклом возился, и поэтому я сюда перестал ездить. А еще меня на этом канале перестали уважать. Это… Чё ты такое… Нет, на самом деле уважать меня здесь не перестали, иначе бы меня тут не было. Вот. На самом деле меня просто задолбал YouTube, если честно. Вот это мы тоже вырезать не будем, да? Нет? Да, мы все еще помним случай с дымовушкой, это тоже, понимаете, как-то так… Да, вот многие думают… Меня настораживает лишний раз, я Александра стараюсь не беспокоить. Многие думают, что меня просто сюда перестали пускать после некоторых случаев. Я не перестал. Если посмотреть ретроспективу видео канала «Миллион Абдула», то становится понятно, что даже после случая с дымовушкой у нас было очень много совместных сюжетов, и все было очень здорово и хорошо. Ну, я был настороже. Да. И просто зрители – это такая очень интересная категория людей. Вот как недавно один человек спросил, что пошла за тенденция у тебя в каждом видео обсирать зрителей. Ну, как я ему, собственно, тогда и ответил, я обсираю не всех зрителей, а только определенную их категорию, которая своими действиями этого заслуживает, и своими личностными качествами этого заслуживает. Если вы, сударь, в эту категорию попали, я могу вам только посочувствовать. А я знаешь, как делаю? Вот если кто-то что-то пишет, я так с большим удовольствием – бан. Вот не пишу ничего. Я вот этого кайфа сейчас лихон. Бан-бан-бан-бан – все! А я проще сделал, я модератора нанял. А, ну тогда все хорошо. У меня на канале действует модератор, который выпиливает тычков, матерщинников. И, кстати, очень интересные бывают моменты, что, когда человек хочет задать какой-то вопрос по существу, но при этом задает его в не совсем корректной форме, то его либо как тычка, либо как матерщинника выпиливают, и на этот вопрос ему никто не отвечает. Поэтому, как спросите, так и будет вам отмечено. А какое это имеет отношение к войне каналов? У меня, например, когда если кто-то… Так мы про хейтеров тоже расскажем. Как же. А, да. Они же все это затеяли. Хейтеры решили, что наши каналы воюют. Да, да. Что мы друг друга эту закрыть готовы. Но ведь, как сказал Александр, вот мне, до съемок, хейтер – это основа чего? Ну, хейтинг вообще – это зависть. Вот! Это завистники! Завистники! Они, они завистники. Они, они, нет. Ну, однозначно, хейтинг – это чистая зависть. Да. И это, в общем-то, 99% вот этой вот всей негативной реакции. Потому что, если человек, ну, как-то его не напрягает чья-то чужая деятельность, он просто не обращает на него внимания. Ну, снимаем эту всякую ерунду и снимаем. Ну, как бы он просто выключил и пошел. А когда человек начал писать, какие мы тут два бородатых мудака, это, наверное, просто у него очи печет от того, что мы два бородатых мудака. Ему, наверное, тоже хочется быть бородатым мудаком, но у него, к сожалению, борода не растет, и поэтому он мудак безбородый. Только не мудак, а совсем мудак. Ну, ну, что поделать, да? А мудак, это, по-моему, поросенок кастрированный, да, изначально слово означает? Не знаю. Я слава в этих терминах. Я знаю, что обзываться нехорошо, поэтому кто обзывается, я всех, как говорится, кастрированный. Кто обзывается, он сам так называется. Это да. Вот, и вполне возможно, что именно эти самые хейтеры как раз и пустили тему по поводу того, что у нас началась какая-то вражда, какая-то война канала. Ты иногда, иногда в мою камеру, а то не поверишься. Да, иногда, в палетке одолжения, да. А то я смотрю, теперь та камера мне не верит. Да. Ну вот, пустили тему по поводу того, что у нас действительно какая-то вражда каналов и что мы друг друга ненавидим. Ну, по-моему, нет. По-моему, у нас еще будет очень много совместных видео и все будет даже неплохо. Я надеюсь на это, по крайней мере, да. Уже некоторые мне говорят, как ты вообще смел предать своего крестного отца ютубовского, который тебя на ютуб вывел. Я говорю, что если бы не Абдулла, снимал бы ты, Александр. Вот после того, как он мне написал, ты, Александр, он был забанен и больше ничего сказать не мог, потому что к Александру обращаются на вы. Александр, извините, это человек в баронском достоинстве. Это дворянин, аристократ. Жрет только золотой посудой, серебряные вилки. Когда жрет руками, закрывает шторы, чтобы никто этого не видел. Вот. К чему я об этом? О том, что если бы не трамплин, который выкинул меня на ютуб, то есть в котором действительно был канал миллионов Абдула, собственно, не было бы у меня вот этого всего великолепия, не было бы всей этой ютубовской деятельности, жил бы я как нормальный человек. Не было бы у меня всего этого головника. Занимался бы чем-то более полезным, да. Все бы у меня было хорошо. И да, и цены бы на бензин в стране не повысились даже. Но поскольку этот человек на ютуб меня все-таки вытащил, и я теперь вас тут собственно развлекаю, то должен же я сказать ему за это спасибо. Вот. Пожалуйста. Не вопрос. Да, пожалуйста. Я же никого и не предавал. Мы продолжаем совместное творчество. Никакой войны каналов не было. Нет, не было. Не было. А ту историю с корямым видео никто не знает, поэтому мы про нее рассказывали. Нет, мы не будем. Так это обычный рабочий момент. Вражда это когда, ага, вот я тебе сейчас. А ты так, ага, вот я тебе сейчас. Вот это вражда. А вот в свою очередь еще по поводу непосредственно канала Миллиона Бдула была версия, что там нашли более интересных гостей. И поэтому меня сегодня не зовут. Интересно? Нет. У канала Миллиона Бдула политика такая. Рады всем нормальным людям, которые могут что-то интересное рассказать. Вот. Рады всем нормальным людям. Поэтому Герцена приглашать перестали, потому что он ненормальная вообще тварь. И что ему тут делать? Логично. Но ведь пригласили же, а? А он сам пришел, его не приглашали. Как не приглашали? Ты позвонил, я пригласил. Значит пригласили? Это моя любимая шутка. Вопрос, как вас зовут? Меня не зовут, я сам прихожу. Лучше спросите, как меня прогнать. А как вас прогнать? Никак. Никак. Вот. Я собственно как раз такой персонаж. Понятно. Но в целом у нас все хорошо. Каналы цветут. И пахнут. Буйным цветом. Чем они пахнут-то? Розами, фиалками. А, я-то думал тут тухлой едой какой-то там. Чего это? Бургерами. Упаковками от пиццы. Нет. Сезон арбузов. Сейчас арбузов. Вот я купил арбуз. Он у нас казался гнилым. Вот я его выбросил. Теперь купил свежий. Сейчас у меня на кухне пахнет свежим арбузом. Че я понес? Да. Каналы цветут и пахнут. И мы продолжаем работать в своем собственном фирменном стиле. По отдельности мы совсем другие. И поэтому нельзя терять возможность на вот выступать вдвоем и творить то, что мы творим. Так вот. И вот сейчас. Давай кинем кость. Подписчикам. Игральную. Вот. И сейчас мы красиво попрощаемся. Выключим аппаратуру и пойдем снимать еще совместные видео. Которые будет еще очень-очень много. Надеюсь, я тебе показал. Мы нихрена не браждуем. Нет. Мы продолжаем совместное творчество. И вот эту заставку, которая у меня на канале возникает в самом начале, которое канал Крысы и канал Абдула представляют, вы увидите еще много-много раз. Если кому-то это не нравится, идите нахрен, правда, а? Здесь джентльмены надо поболее вежливо. Идите подальше. Идите нахрен, пожалуйста. Я еще мог жестче сказать. Не надо. А то придется запикивать. Вот некоторые говорят, не снимай с Абдулой, у тебя в одного видео лучше получается. Да, и такие есть. Да, такие есть. Я читал. А сколько про тебя я удалил комментариев, если бы ты их прочел? А что, что пишут? Ой, блин. Прошлись по твоей внешности. Обозвали тебя разными нехорошими словами. Я толстый, вродительный, бородатый крыш. Что-то типа. А еще я щепьял. Я некие буквы не выговариваю. В общем, вот так. Но я все удаляю стараюсь. Ну и правильно. Удача ее-то плодить у нас в комментариях. Я, 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 я. Пусть даже мой рейтинг ниже будет, потому что вся эта ругань она поднимает. Да, да. Я специально упорщика набил. А вот ты даже нанял. А мне приходится самому усиливать. Уборщица на полставки. Чтобы она подметала всех этих упырей. Вот теперь, кстати, скучно стало. Раньше я с ними еще игрался, баловался. Я именно под некоторыми комментариями так еще специально оставляю пометку не удалять. Я с ним поиграю. Мне он нравится. А потом только выпиливать. Вот такие вот. Ну это на своем канале. На моем канале тебе не с кем играть. А на моем канале я их сам всех выпиливаю. Да. На этом можно закончить? На этом можно закончить. И ни хрена вы от нас двоих никуда не денетесь. Правда? Вот. Пожалуйста. Все? Да. Я немножко вперед выдвинусь. Ну да, да. А тут чуть-чуть назад. Самую малость. Самую малость. Вот так. Тогда вы на твоем будет нормально. Я буду иногда туда говорить, иногда туда. Всем пока-пока. Подписывайтесь, лайки. Ставьте. Любви. Удачи. Да. Вкусных конфеток. Березовых веток. Яблоков, груш. И в холодный душ. Вкусных конфеток.